Всем привет! Это канал Миллион Абдулла. Сегодня я снимаю ролик при помощи своего нового микрофона, который я купил, конечно же, чуть ли не год назад и который я совсем недавно смог протестировать на своей зеркальной камере, которую купил тоже, ну, совсем недавно, именно для того, чтобы вот улучшить и звук, и картинку, и многое другое. Сегодня я вам расскажу один лайфхак. Он в сыром виде, который пришел буквально мне в голову, ну, может быть, полчаса, час назад я так стал гонять его в голове, еще все это сырая идея, и тем не менее, для видеосъемки существует много приспособлений. Например, чтобы делать кинематографические эффекты, провод камеры плавный такой, чтобы была динамика в кадре, есть такие слайдеры, краны, маленькие штучки такие, приспособочки всякие. И я, так как люблю тоже велосипед, подумал, а почему велосипед-то нельзя использовать? Ведь он прекрасно поедет даже не по очень ровной дороге, и поедет он очень плавно. Тут сразу возник вопрос крепежей. Как крепить к велосипеду камеру? Нет уже никаких переходников и так далее. А зачем крепить камеру к велосипеду, когда можно прикрепить к велосипеду штатив? Это гораздо проще. Тем же скотчем можно примотать и к рулевой колонке, и к седлу, и к багажнику, и к раме. Так как головка на штативе подвижна, камеру можно выставить под любым углом. Вот такая идея пришла. Она сырая, естественно. Мой велосипед маленький, складной, у него очень низко посажена рама, и седло может иметь большой ход от верхнего положения до нижнего. Я стал думать, как мне присобачить свою треногу вот туда, где крепится седло. Вот сейчас я в процессе размышления. А вам, пожалуйста, пользуйтесь этой идеей. Для людей, кто не очень любит много с собой таскать, взял фотоаппарат, треногу, велосипед. Какую-нибудь маленькую примастырочку сделать, чтобы тренога крепилась к велосипеду. Например, в гнездо, где садится штанга от седла. Вот тебе, пожалуйста, готовый слайдер. Слайдер. Конечно, он не будет у земли, на какой-то высоте будет, но тем не менее, слайдер не только у земли снимают. А у земли все тоже просто. Можно камеру кверх ногами подвесить на подвесе. Но тоже надо думать. Все надо думать, все надо делать, везде руки надо прикладывать, голову. Вот такой вот у меня невзмысловатый сегодня сюжет. Вот мой велосипед. Вот он, раскладной, в кадр влезает, но не целиком. И вот у него седло. Седло. И здесь длинная-длинная стойка. Тут вариантов возникает целый шквал. Можно и седло снять, а вместо седла поставить, естественно, площадку для камеры. Багажник можно задействовать тоже каким-то образом. А можно приспособить просто штатив. Как-то вот приспособить. Я пока еще не приспосабливал. Под камеру я этого делать не буду. Заодно я сейчас, конечно же, тестирую свою камеру в разных режимах. Вот такой вот нехитрый сюжетец. Лайфхак. С вами был канал Милион Абдулла. Подписывайтесь на мой канал, жмите лайки. Надеюсь, ролики мои теперь будут поинтереснее. С кинепатографической точки зрения. Но для этого придется немножко попыхтеть. Вот так. Всем пока-пока. А, не забывайте, что у меня еще интернет-магазин появился. Ссылка под роликом будет. Так что заходите. Какую-нибудь там футболочку себе закажите с моим логотипом. Или там с фотографией, где я с большой бородой. Ну, такая логотипчик тоже. Дедушка с бородой. Кружки там есть. Кепки. Вот так. Все. Пока-пока. Вот о чем я и говорил. Сейчас я не с микрофона, а на камеру фотоаппарата. Вот этот узел. Здесь удобный. Удобная защита. Блин. Удобная-то она удобная, но очень тугая. Вот так. Можно вытащить седло полностью. И пожалуйста. Вуаля. Седло, кстати, тоже можно использовать. А здесь получается отверстие достаточно большое. И мне есть подозрение, что туда одна нога штатива может целиком залезть. Сейчас прямо и посмотрим. Еще даже я и не пробовал. Посмотрим, залезет или нет. Вот штатив, вот его нога. Так. О, залезает. Отлично. Прекрасно. Ну что ж, сейчас будем пробовать, как эта вся штука будет крепиться. Я специально не взял с собой веревку, чтобы у меня работала как следует голова. Как прикрепить треногу. И все-таки мне удалось это сделать. Я выставил одну ножку, самую маленькую. Она как раз влезла вот в эту дырочку из-под седла. А вторая ножка залезла сюда. И достаточно хорошо здесь укрепилась. Просто в дырочку. И получилась конструкция, которая имеет две опоры. Вот, например, сюда она вверх поднимается. А вниз уже здесь все ей не дает. Естественно, если я буду страховать рукой вот этот вот рычажок, да, чтобы если что, конструкция туда-сюда, я ее поймаю. То все будет хорошо. Сейчас я подготовлю камеру, попробую снять что-нибудь красиво. Начинаю свою первую проводку. Держу камеру, как умею. Она на велосипеде, на штативе. Все подстраховано вроде бы. Поехали. Медленный провод. Кусты. Задача просто показать динамику кадра. Блин, болтает, конечно, велосипед. Да, велосипед должен вести отдельный человек. Одному боку идти неудобно. Но, тем не менее, если примастырится, то проводка получается достаточно плавной. Еще сейчас попробуем. Итак, очень хитрая панорама, которую, собственно говоря, с руками, вернее, с рук, очень трудно сделать. Поехали. Плавный проход. На велосипеде, с треноги. Как видим, тряска, конечно, присутствует. Но она очень даже управляема. Если стабилизировать затем, то будет очень даже хорошо. Вот, смотрим. Показ. Показ панорамы. Закругляемся. Вот, у нас тут велосипедист проехал. И спокойно выходим в нужную нам точку. Но это нужна практика. В общем, не зря я старался. Что-то все-таки получилось. Вот такая нехитрая приспособа. Просто тот же самый фотоаппарат. Та же самая тренога. Без всяких усовершенствований. Абсолютно. И обычный велосипед тоже без усовершенствований. Никаких веревочек. Никаких скотчей. Вот я делаю плавную проводку. Пожалуйста. Ну, почти плавную. Вот еще подножка мешает. И, конечно же, в практике очень мало. Это нужно ездить, ездить, ездить с велосипедом. Чтобы он слушался руля. Шел ровно-ровно, спокойно. Вот он все ровнее и ровнее у меня начинает идти. Я его наклоняю. Закругляю. Пожалуйста. Даже динамическую сцену можно снять. С большой скоростью. На этом я заканчиваю. С вами был канал Марион Абдулла. Те, кто любит видеосъемку, пожалуйста, пользуйтесь этим лайфхаком. Субтитры сделал DimaTorzok